в прямом эфире. Здравствуйте, мы в прямом эфире, это Сергей Левин, пластический хирург. Мне сейчас будут задавать вопросы, а я на них буду отвечать. Да, спасибо. Мы с этого и начнем. Спасибо вам большое. Мы сегодня хотели бы поговорить о процедуре смаз-лифтинга. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляет эта процедура, чем она отличается от других методик омолаживающих. И в чем, собственно, сама суть? Смаз – это бравиатура английская, которая обозначает подкожную, в принципе, подкожную мышцу шеи. Ее стали употреблять в России тогда, когда в постсоветском периоде, когда начали переводить статьи с русского на английский. Раньше все подтяжки лица подтягивались только кожей, только кожей, может быть, лет 40 назад, 30. Я точно не помню. Потом хирурги придумали, что лучше подтягивать еще и слои, которые под кожей, вот они называются смаз на лице. Это на щеке, и часть щеки, и шеи. И так, вроде бы, эффект становится более длительный, более красивый, объем возвращается лицу и тому подобное. Сейчас, в принципе, актуальность этого названия не стоит, потому что все подтяжки на лице, они затрагивают не только кожу, но и подкожные другие слои. Поэтому, почему вдруг этот термин, к этому термину проявляется интерес, для меня загадка. Это пневротическая система, или как бы сухожильная мышечная система подкожной на лице, которая сразу лежит практически под кожей. Сначала, когда делают подтяжку, подтягивают кожу. Сначала подтягивают то, что под ней, а потом подтягивают то, что на нее. Это делают практически всегда, и при любом лифтинге. В принципе, на нижней трети лица. Поэтому я не знаю, чем она отличается от других. Потому что, в принципе, я ни разу ни в жизни не делал подтяжку лица, не подтягивая смаз. Вот этот подкожный мышечный слой. Поэтому немного непонятно актуальность вопроса. А какого эффекта можно ожидать от смаз-подтяжки? От смаз-подтяжки? А от того, что расправляется, смотрите, на лице все, что вертикально, то некрасиво. То есть горизонтальные морщины, складки, они как-то еще связаны с положительными эмоциями. Они не портят красоту. Но то, что касается вертикальной, мы про лоб не говорим, про нижнюю трети лица говорим. Это вот, которые определяют брыли и носогубные складки. Они, конечно, а также складки от мышцы вот этой подкожной, от смаза, так называемой, на шее, да, у женщин постарше. Вот они, конечно, портят вид и делают человека старым, да. И подтяжка всех слоев, включая смаз, она, конечно, убирает все эти вертикальные или почти вертикальные складки и морщины, делает человека молодым. То есть носогубная складка уменьшается до размеров, как это у всех молодых. Брыли пропадают и видимость вот этих вот складок вертикальных на шее тоже исчезает. К лицу возвращается объем, потому что если только одна, как уже раньше подтягивалась, то подкожные слои ставились внизу и объем не перемещался наверх. Но это было так давно, что сейчас, например, как говорится, все разговоры о лифтинге переводятся в плоскость, где разрезы видно, не видно, а просмаз, мне кажется, он делается в 100% случаев. Есть ли какой-то оптимальный возраст для такой операции? Вы знаете, оптимального возраста нет. Как и в пластической хирургии нет понятия оптимального возраста. Есть желание пациентам. Если он недоволен своей внешностью, это может быть в любом возрасте, ну, в сознательном. И тогда она приходит к пластическому хирургу и ставит задачу, что мне не нравится это. И пластический хирург выбирает метод, решает эту задачу. Это может быть и в 20 лет, что бывает редко. Но это чаще бывает где-то уже после 30 лет, в 40. Но когда нужно женщине выглядеть молодо, если хочется выглядеть молодо, и она не согласна с тем изображением в зеркале, которое она видит, что на самом деле она в душе моложе, а на лице у нее другой возраст. Это заставляет делать подтяжку, да, на не только нижней трети лица, но и других. И омоложение сейчас не только связано с подтяжкой, а оно не было бы естественным, потому что с добавлением объема, изменением форм губ, носа, глаз, лба и тому подобное. Тогда человек становится молодой, а не с оперированной. Ну и все, и меньше, конечно, запрос, когда совсем старый. Им, наверное, очевидно, не очень нужна красота, там 70-80 лет, если только очень публичным людям, которые никогда не захотятся распроститься со своей молодостью. Вот. Ну так, я скажу, что в основном оперируются люди с 35 до 50 лет, а потом уже меньше. С точки зрения оболаживающих операций, в которые входит вот подтяжка лица с масс. А остается ли после процедуры какие-то видимые, там, разрезы, может быть, шрамы или следы, что-то, что... Если говорить о смазе, то может быть любой разрез. Это же просто как бы подтяжка внутренних слоев, да. Но сейчас, например, можно подтянуть смаз, то есть подкожную мышцу шеи и поневроз на лице, который от нее распространяется, продолжение этой мышцы. Можно подтянуть через очень маленький разрез, не делая разрезов таких, знаете, вокруг ушей. А только вот там в козелок, где-нибудь по краю уха, до мочки от козелка и все. Не заходя там на затылок и тому подобное. Что сейчас в зависимости от выраженности, конечно, складок, можно эти... Минимизировать все разрезы, да. Но их стараются делать хирурги красиво, прятать в те места, которые не видно. И это я не думаю, что сейчас вообще является проблемой. Как долго происходит процесс восстановления? И как долго необходимо пациенту быть в клинике? Насколько продолжительная госпитализация при такой процедуре? В клинике пациент находится обычно до утра. Заживает это все для того, чтобы идти в ресторан за две недели. По повязкам обычно где-то пять дней носится, а потом человек идет в душе. Швы, как правило, на всех видимых или немногих, где они маскируются, снимаются где-то на пятые сутки. А в волосах на седьмые сутки или даже позже. Это уже не очень важно. Самое важное, достичь результата красивого, чтобы лицо из какого-нибудь квадратного или круглого превратилось... Если мы говорим про смаз, чтобы достичь, как бы, вы знаете, V-shape, такое V-образное лицо, подбородок, чтобы не было ни одной складки. Чтобы вот линия нижней челюсти была очень-очень ровная и довольно видимая. Но для этого существует как раз вот эта вот разработанная подтяжка с аббревиатурой смаз. Вот это все, что вам еще интересует. Есть ли какие-то противопоказания к такой операции? Да нет противопоказаний, нет. Потому что все операции, они пластические, они поверхностные, да? Они глубоко не заходят, они все под кожей или на подкожной клетчатке. Я думаю, что как такие же противопоказания, как и в зубном кабинете. А как долго сохраняется эффект от операции? Эффект, да. Поэтому и был придуман смаз, для того, чтобы эффект сохранился меньше, а рубец можно было сделать короче. Но считается, что в течение семи лет пациентке можно не обращаться к пластическому хирургу. Но это также зависит и от особенностей. Вот есть лица вытянутые, овальные, да? С выраженными нижней челюстью. У них эффект от смаза может больше десяти лет быть. Есть лица с маленькой нижней челюстью. То есть каркаса как бы нет, круглыми лицами. А у них эффект держится меньше. Также все зависит еще, если пациентке был сделан, например, операцией в 50 лет. То она в 55 лет, она уже может быть и выглядеть по-другому. Процесс старения там быстро идет. Череп уменьшается в размере. Нижняя челюсть тоже убирает свои опоры из-под кожи. Подбородок уменьшается, углы уходят. Опять все начинает провисать, потому что уменьшается череп. Ну, основание на все, в чем держится. Так что это все зависит от возраста пациентки, от формы ее головы, от толщины кожи. Конечно, если тонкая кожа, натянутая, она очень тоже долго держится на новом месте. Вот и все. Но у нас в любом случае эффект должен длиться годами. То есть он не должен пропасть там на через три месяца или как сойдет отек. Это долговечный эффект, так скажем. А можно ли после такой операции делать еще какие-то аппаратные процедуры на лицо? Когда все заживет, можно делать любые аппаратные процедуры. Обычно это через полтора месяца можно все делать. И существует понятие безоперационного смаза аппаратного. Можно ли считать его полноценной альтернативой такой операции или все-таки нет? Да нет, конечно. Хирурги уже делают подтяжки, когда нужен избыток мягких тканей. Он в сантиметрах выражается. А вот безоперационный смаз аппаратный, он сделан тем, что там ультразвуковая волна, она избирательно прогревает подкожный слой вот этот смаз, да? Приводя его к незначительному сокращению. К незначительному. То есть о сантиметре здесь даже речь не идет, да? Но у тех пациенток, которые молодые, у которых начинается только процесс, так бы, скажем, обвисания кожи, да? Им подойдет эта процедура, да? Но когда уже выражены складки, то она не сработает. А когда она только где-то намеки видит, ну, пациентка себя изучает, женщина себя изучает в зеркало, она видит, где ей нужно. Чаще всего это начинает, например, ну, с зоны щек, шеи и подбородочной зоны. Иногда мы очень часто это сочетаем с липосакцией. Эту процедуру аппарату проводят косметологи, а не хирурги. Поэтому, конечно, все тонкости в этой процедуре знает косметолог, а не я. Но, например, мы очень часто проводим вместе такую процедуру, что иногда у женщины подвисать начинает подбородочная область. Ей это очень не нравится. Я откачиваю жир с помощью липосакции, а косметолог же прямо после меня, еще пока пациентка спит, проводит этот, как бы, смаз-лифтинг с помощью аппарата в этой области. И тогда эффект складывается от липосакции и от аппаратного смаза. И подбородочная область выравнивается. Это довольно частая процедура и распространенная. Она подходит как мужчинам, так и женщинам, правильно? Да, вообще подходит как мужчинам, как и женщинам, да. Вы знаете, конечно, мужчины тоже хотят выглядеть моложе, но они боятся оперироваться. У них, из-за того, что у них короткие волосы, не так легко прятать разрезы. Хотя это тоже возможно, но все равно это сложнее, чем у женщин. Поэтому, конечно, любой мужчина, он выбирает все безоперационное. И поэтому, если он очень сильно, конечно, переживает о том, что он будет стареть быстро, или что-то появляется, то он может лучше сначала, конечно, обратиться к косметологу. И какие-то изменения минимальные будут, и может, он уже будет счастлив с ним. А потом, когда будет, тогда он и подумает. Потому что пластическая хирургия, косметология, это как бы настоящее, не будущее. То есть пациент приходит и не делает себе что-то на будущее. Он хочет выглядеть вот в данный момент, сейчас. А как он будет выглядеть через 10 лет, никто не знает. Мне кажется, мы ответили на все вопросы. А если там есть вопросы. Да, соответственно, друзья, если у вас остались какие-то неотвеченные вопросы, пожалуйста, пишите нам в директ или в комментарии к посту. Мы обязательно ответим. Спасибо вам большое, доктор Левин. Да, не за что. Всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...